Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Ну что, друзья, всем нам очень больно жить в нынешней реальности, когда соцсети зачастую превращаются в один сплошной некролог. И очень зря говорят, что человек ко всему привыкает. К такому привыкнуть невозможно. Когда включаешь, например, телевизор и видишь целую семью с младенцем в Запорожье, которая погибла после очередного ракетного удара по жилому дому. 11 человек погибли в Запорожье в результате попадания ракеты в жилой дом. Из-под завалов достали ещё три тела. Среди них был ребёнок. В ночь со 2 на 3 марта российская армия нанесла ракетный удар по пятиэтажке. Мы не бьём по мирным жителям, говорили они. Операция спасения ни больше и ни меньше. Не случайно эта военная операция называется спасение. Не война с украинским народом, это война за освобождение украинского народа. Самое главное, мы защищаем этих детей и женщин. А ещё они кричали, как будут давать коридор пленным из ВСУ. Снова объявляется гуманитарный коридор и на 2 часа перемерия. Обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наёмникам. Сложите оружие уже сейчас. Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Россия из раза в раз, всё-таки демонстрируя свою приверженность, всё-таки, извините за пафос, гуманистическому подходу, вот раз за разом даёт им шанс. А теперь расстреливают безоружных за слова «Слава Украине». Нет, мы не будем показывать вам это видео, но если кто-то из вас ещё питает какие-то иллюзии и верит, что с абсолютным злом можно договориться, найдите это видео и сами посмотрите. Оно очень тяжёлое, после него кровь закипает от ненависти. Но с другой стороны, в нём вся наша сила. Украинцы не ноют и не переобуваются, даже осознавая, что шансов жить почти нет. Вечная память тебе, герой. Герой, доказавший, что наши лозунги мы готовы омывать кровью. Ну а расисты, конечно, не удивили от слова совсем. Они с каждым днём всё больше звереют от многочисленных неудач. Многолетняя мантра о Великой Армии, чести офицера, да и в целом о силе русского оружия. Российская армия сегодня самая современная в мире, с лучшим оружием, боевым опытом и под чётким командованием. Русский солдат, российский, лучший материал в мире. Лучший просто не бывает. Ему дайте оружие хорошее. Лучший в мире. Лучший в мире. Дайте идею, он разгромит любого. Рассыпается буквально на глаза. Всего за год Россия показала, что умеет убегать даже с тех территорий, которые по Конституции считает своими. Дошло до того, что заныл даже ближайший соратник Соловьёва Михеевич. А что же происходит на поле боя? Что происходит с боевыми действиями? Это на десятки лет. Если такими темпами. Или будет какое-то, так сказать, решение, которое на самом деле трудно будет представить как успех. Это очевидно совершенно. Мол, спецоперация движется настолько медленно, что до победы не они красивые, ни военно-политическое руководство РФ рискует и не дожить. Если мы будем в этой же логике действовать такими же темпами, то, знаете, нашей с вами жизни не хватит на то, чтобы увидеть хоть какие-то успехи. Слушайте, может, Михеевич Газдепу продался? Да за такие слова его запросто можно за дискредитацию армии в каталажку закинуть. Но правда в том, что пропагандисты больше не уверены в победе России. От бравады образца февраля 2022 года не осталось и следа. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, Господи? В течение недели наши войска окружают, ликвидируют котлы, ВСУ сдается. Мы берем крупные города, причем без потерь больших. Больших правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории. И в такой ситуации отдельные товарищи начинают, так сказать, вилять хвостом и говорить максимально неприятные для ура-патриота вещи. Кто про фронт, кто про экономику. Сегодня планируется, ну, не планируется, мы должны признать, что у нас дефицит бюджета. Или про опасное для России укрепление Китая. А Китай-то становится лидером. Чем дольше мы будем заниматься вот этой ситуацией, тем больше мы будем должны китайцам. Раз. Тем больше китайцы станут лидерами всего остального мира, кроме западного, так сказать, этого самого миллиарда. Два. И тем тяжелее потом будет встраиваться Россия в эту ситуацию. И это при том, что россиянам годами же говорили, что чем хуже Россия, тем лучше Китаю. Но патриоты не верили и чуть не лопались от визга, вы все врете. А Китай-то становится реальным лидером всего остального мира. На это все так мелочи на фоне откровения режиссера Шах Назарова, который вообще решил не мелочиться и заговорил о поражении России. Не дооценили мы единство Запада. Мы все время говорим о том, что Запад вот-вот сейчас развалится. Когда у него чуйка, что это он может выиграть, он будет пытаться выиграть. К Украине надо, конечно, относиться, и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он не прост. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. И остальные пропагандисты могут сколько угодно отгонять от себя подобные мысли, бодрить мозги себе и людям криками, угрозами. Россия сильна в плане армии, в плане вооружения, в плане единства и в плане решимости. Россия стала великой и сказала всему миру это. Почему мы победим? Да потому что наше дело правое. Наше дело правое. Мы русские. С нами Бог. Какой бы национальности мы ни были. Рассказывать на всю Россию о трупах украинских солдат. Тела не успевают убрать. Украинцы бросают своих погибших. Мы ехали там буквально за 10 минут, потом просто перестал считать. Только на обочине начитал около 15 тел. Но в глубине души они все прекрасно понимают. Понимают, что их будущее как минимум туманно. Понимают, что ожидания оказались уже очень сильно отличны от реальности. И вот эта неопределенность и страх с каждым днем все сильнее перерастают в злобу. Думаете, чмо не просто так безоружных пленных расстреливают? Да их мамки на антифашисты наузкивали на это неделями по телевизору. Они ведь дождутся реально, что придется проводить отдельные разъяснительные беседы, чтобы наши войны кончали их там сразу. Украинских артиллеристов не надо брать в плен категорически. Не берем в плен. Никогда, ни при каких условиях. И тела их не выдаем. При этом ладно бы они еще честно говорили, мол, да, нравится убивать, поэтому убийства, в том числе безоружных, стали частью российской идеологии. Но нет. Эти отбитые даже в самых очевидных ситуациях продолжают корчить из себя святош. Посмотрите вот на этот бенефис о лжи и лицемерии после циничного расстрела безоружного украинского солдата. По видео с якобы расстрелом украинского военнослужащего. Низкопробнейший фейк. Вы все врете, это не мы, это наоборот. Хохлы русского пленного переодели в свою форму и расстрелили. Расстреляли нашего солдата, которого одели в украинскую форму ради международного скандала и обвинения нашей стороны в военных преступлениях. Но знаете, друзья, когда люди системно врут, они зачастую забывают договариваться, чтобы врать одинаково. И вот уже типа российский пленный превращается в солдата украинской армии, которого расстреляли свои же за оставленные позиции. 3 февраля в данном районе у украинского командования отмечались проблемы с управлением войсками. Это вызвало панику на передовой, и многие самовольно оставили позиции. Командный состав ВФУ усилил карательно-репрессивные меры в отношении подчиненных за невыполнение приказов и самовольное оставление позиций. Тимофей Шадура как раз мог оказаться той жертвой, которую впоследствии сейчас раскручивает ЦИПСО. Ну хотя бы постеснялись так позориться. Хотя, о чем мы вообще говорим? Что им стоит лгать о солдате, когда они совсем недавно смерть ребенка в Брянской области ради разжигания ненависти выдумали? Раненная украинскими диверсантами в селе Любичане девочка скончалась в больнице. А когда тело девочки не нашлось, она сначала воскресла, а потом превратилась в мальчика. А вот сколько лет пацану в темниках, видимо, не написали. Артиллеристы 20-й армии Западного военного округа с позывными Чиши Рыжий используют любую возможность, чтобы поддержать младшего брата Федора, того самого 10-летнего героя. Буквально несколько минут назад мы вышли из реанимационной палаты, где до сих пор находится 11-летний Федя Симоненко. 9 чи 10? Ну, точнее, 10 или 11? Опять-таки, определитесь в конце концов, ну, чтобы врать одинаково. А заодно можете придумать отмазку, каким образом мальчик Федор, якобы раненый натовской пулей, в левую плевральную полость... Состояние 11-летнего ребенка, пострадавшего во время теракта в Брянской области, удовлетворительное. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Операция по извлечению пули была непростой, но хирург ее проводивший, человек опытный. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости. На кадрах, показанных самими пропагандистами, лежит себе спокойно, без единого шрама или других следов операции, в районе груди. Это мы уже молчим, что он через несколько дней после якобы пулевого ранения расхаживает с мамой и награды получает. Первую в своей жизни награду он, конечно, принимает стоя. Вот тебе документы, настоящие, печатные, вам подарочек. Но это так, просто мысли вслух. С другой стороны, че уж там нацинизм пропагандистов кивать, когда в русском мире рыбка давно с головы сгнила. Видели, например, как хорохорица самоназначена из Минска? И все было увязано, как звенья одной цепи. У нас теракт в Мочулищах и в Брянской области. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Ой, ну все, коварное прям нападение. Наноси пятую точку на карту. Только не свою пятую точку, а новое место, откуда на Беларусь готовилось нападение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И ты слушаешь это все и думаешь, ну вот как. И поворачивается же у чувачка язык из себя девственницу невинную корчить. Он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. На что я говорил, мы не собираемся нападать. И в это время, ну что ж, вызов брошен. Или это может не с территории Беларуси на Украину без объявления войны напали. Или может не из Беларуси сотни ракет летели, убивая мирных людей. Хмельницкую область обстреляли ракетами с территории Беларуси. С территории Беларуси из Гомельской области по северу Украины был нанесен удар из Искандеров. Да даже сейчас, когда беспилотник атаковал российский самолет дальней радиолокационной разведки, очень хочется уточнить у Лукашенко. А что этот самый самолет делал на территории Беларуси? В чем была его задача? А ответ всем известен. Такого рода техника, взлетая в воздух, фиксировала позиции украинской ПВО на севере страны. Например, возле Киева. А российские военные, обладая этой информацией, выстраивали маршруты для ракет в обход ПВО. ВЫСТРЕЛЫ То есть каждый прилет по гражданской инфраструктуре или по домам мирных жителей в том числе? И на совести Лукашенко, который до сих пор, кажется, не понял, как плохо могут закончиться угрозы Украине? ВЫСТРЕЛЫ А теперь у них все плохо. Почему-то ушли золотовалютные запасы, как-то сами собой испортились стройки века, кормившие Россию годами. Зафиксировали взрывы в районах усечи газа на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Обе магистрали «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вышли из строя. Да и на фронте все не слава богу. Пропагандисты спустя год войны в шоке от бесконечных Уралов с трупами, возвращающимися в Россию. Третий час смотрю, как утрамбовывают окоченевшие тела в гробы, иногда ломая руки. Переодевают в зеленую форму, крест в руки, колотят, помогаю. Вот вроде всякое видал, но это к**дец. Бесконечные Уралы с телами. Бесконечные. И это при том, что силы России и Беларуси просто несопоставимы. А потому добрый совет для Лукашенко и его подельников. Чтобы не получить в ответ, нужно не бить из-под тяжка. А если уж бьешь или помогаешь кому-то бить, то будь готов отвечать за свои поступки. Ведь в ваш белый кокошник уже давно никто не верит. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина! Украина! Украина!